ты понимаешь что это не та сторона не остановится пока президент не скажет никто не остановится не ваши не нашим кто не остановится если вы уйдете с нашей земли все остановятся все закончится я тебе говорю то что и пока наш президент не скажет что наши уходили они не уйдут ну так блин люди же не хотят воевать и никто не хочет уже всем надоело это канитель ходите с нашей территории чего вас нету ни митингов ничего надо типа довести дело до конца зачем зачем оно вам надо я не политик я не знаю что с точки зрения даже экономической у вас же есть этот дальний восток у вас там сибирь есть всякая вот это вас огромная да у вас огромная часть россии просто типа не облагорожена там есть чем заниматься зачем вам запорожская донецкая луганская область крым зачем зачем если это украинская территория она надо сильно то надо у дяди вова спрашивать зачем ему это все дядя вова чуть-чуть дурачок по моему ну ваш тоже наш наш защищает территорию украины шо наш там защищая защищает пацанов на убой шлет на и все так если бы не что не слал пацанов на убой то если бы мы не как как по-твоему защищать границы против российской агрессии вот мне хорошо вот это мне интересно да какая агрессия ебать в рот вы все такие упертые сколько лет в чем упертый такой сказать это не агрессия и сколько лет скажи мне пожалуйста где 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 ты здесь видишь какую-то упертость или где-то видит правоту расскажи пожалуйста и один да потому говорите вот агрессия агрессия ты знаешь из-за чего вообще все началось чтобы расскажи мне пожалуйста давай я послушаю тебя внимательно в одессе дом какой-то там спалили ваши отморозки начиналась говорила балакала силы ты заплакала называет ну и что там донбасс дарили 8 лет просто так не за чё смысл что с людьми общаясь мирных то нахуй относить мирных то зачем гасить подожди издеваться над мирными жителями зачем так у моторолы спроси а где моторола подожди но моторола на какой стороне вы его на российской стороне воевал он защищал пацанов там на каким образом и когда когда с агса стрелял по своим позициям или когда с подствольного гранатомета пожилым улицам донецка там никого не было в этих домах уже когда он стрелял это рассказываешь он говорит на камеру хай просыпается дал бы и стреляет с подствольного граната вашу сторону стреляли вашим военным потому что ваши военные там были больной он господи какой позор хорошо смотри мы украинцы наше правительство украинское проводили антитеррористическую операцию здесь транстом против мирного населения нет против против гиркиных и остального контингента против мирного населения никто ничего не делал я считаю что люди которые живут на территории донецкой луганской области это украинцы и украинцев убивать нельзя а запрет русского языка это пишешь или нет какой запрет запрет русской русского языка у вас водили где-то киеве или а я с тобой на каком языке получаете русский начал разговаривать я в школе изучал русский язык ну чё ты хочешь сказать нам пропаганда все уши промыла за эту да очевидно не буду ну чё ты хотел спросить у тебя доказывает он чё ты хотел спросить спроси тебе надо какое-то доказательство того что у нас можно говорить на русском языке или же как тебе это я смотрел я смотрел недавно видос мне попался где какой-то из ваших российских блогеров говорит а давай сейчас включим прямую трансляцию ты выйдешь на улицу будешь говорить с людьми на российском языке они реально думают что у нас в украине не заговорить на российском языке не но была такая тема была такая тема серьезно у нас нельзя говорить языке у вас была такая тема какая чтобы ну чё-то там гнобили людей которые разговаривают на русском там били избивали на улице попали меня били избивали ты я не знаю может били может избивали меня не били не избивали за русский язык ну я не знаю ну люди рассказывают много кто рассказывает да нет что у нас у меня со мной делали а ты не думал что тебе люди врут не просто так человек с украины приедет в центр россии в красноярск сибирь работать беженец донбасса девушка работает со мной и будет врать конечно хорошо ужас уже даже ничего не хочу доказывать живите как хотите и у нас и нацисты и кровь мы пьем и бедных дамба и бедный донбасс мы бомбили просто так девять лет больные на голову а чё там военных так много было что раз или половину донбасса или половину донбасса это когда спустя девять лет войны донецк стоит целый видел какой он целый а волноваха спустя три месяца войны превратилась про ее просто она исчезла с карты и нет этого города нет бахмута нет такого что там что-то захватывает же бахмут что-то видосы в ютубе там ваша третья крема штурмова бригада там у вас там вовлять что-то там захвачивает смотрю по воздуху холостые нет ни волновахи не бахмут про качи зачем они там сейчас воюют за позиции ладно короче давай господи если вы с дальнего востока то вы наверно ярый путинист ну потому что люди которые живут поближе вот там брянск не знаю белгород какую-то ростов-на-дону вот они не настолько ярые путинисты зачастую потому что иногда прилетает что-то вот и они понимают что такое война ну понял на что ты намекаешь типа если прилетела значит политика страны неправильная так нет не так политика страны неправильная потому что страна террорист вот поэтому она неправильная лично мое личное мнение в большинство украинцев так нет не украинцы всего мира цивилизованного это вот эту блевотину то брось весь мир это индия и китай это больше половины мира две страны ну что весь китай китай вас китай тоже считает террористом можете загуглить напишите признание россии страной агрессором террориста китай мир не признал нас признал вот загуглил если ты такой загуглил ну давай сейчас при тебе загуглю при читаю тебя генассамблея оон в очередной раз голосовала за резолюцию где осуждается военная агрессия россии достаточно неожиданный стал выбор китая который впервые с 24 февраля 2022 года проголосовал за резолюцию где осуждаются военные действия россии аналогичные решения приняли индия и бразилия вот из чего мы начинали разговор с того что китай признал что вы страны страна агрессора ты сказал страна террорист агрессор и террорист это разные вещи я извиняюсь и слился короче с темы сразу сначала террористом а потом агрессором конечно мы агрессор это все понимают немножко немножко неправильно назвал понятие все они немножко это вообще глобально разные понятия так вы страна террорист все равно вы же угрожаете постоянно ядерным оружием кому кому вы по телевидению своему угрожаете ядерным оружием великобритании а мы применили хоть раз ядерное оружие причем тут а вы разместили свое ядерное оружие хоть в одной другой стране терроризм не значит применить когда-то ядерное оружие на японию терроризм это значит угрожать всем ядерным оружием в этом и суть терроризм где угрозу всего путин конкретно сказал только в случае если нашей стране будет угрожать опасность и только в случае применения другими странами ядерного оружия это вот прям возьми телевизор ой возьми там google свой и послушай речь путина и все кто тебе кто угрожал ядерным оружием хоть раз в россии кому я же сказал только что пример привел тебе когда вы угрожали выпустить ядерное оружие на великобританию первое что пришло в голову то что вот так вот пишешь в ю тубе россия рассказывает россия угрожает великобритании ядерным оружием вот так вот первое давай опять тебе найду опять будешь опять будешь говорить что что-то не так сказать а если я буду угрожать ядерным оружием индии то что вы так и делали послушай себя послушай своих соотечественников по телевизору вы постоянно смотрите подобные передачи где говорят о российском величии где постоянно рассказывают про весь мир в труху про ядерный пепел про ракету сармат которая прилетит по великобритании потом когда вы нападаете на украину ваш медведев рассказывает про применение ядерного оружия это не киселев кстати это медведев про красные линии про то что если будет что в крыму мы применим тактическое ядерное оружие это кто это не президент страны это так чисто по приколу или чего это не терроризм конечно вот если президент страны скажет что мы применим или угрожаем англии вот это голос а какие-то киселев также я могу сказать да мы завтра в китай комиссия до этого изменить а медведев кто-то кто-то будет но коричневые линии медведева знаменитые вот эти медведева коричневые линию или какие красные линии не пусть когда это в туалет пойдешь на задницу а чё ты на дурачка падаешь государство террориста государство агрессор и террорист это две разные вещи ну смотри вас признали вас признали агрессором и вы применяете террористические методы вы шуни террорист я же тебе только что пример когда вы угрожаете ядерным оружием ты прав ты прав все я я несу херню все ты прав молодец вот смотри да понятно вот так вот 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 так вот в общем то ведут себя люди которые живут далеко на востоке которые не знаешь такое война которые считают что вы все делаете правильно которые отрицают преступность режима в россии которые рассказывают потому что вы никому ничем не угрожают и никакие медведевы не пишут про применение тактического ядерного оружия про то что у вас в обществе нету идея о том что если ударить по украине ядерным оружием то все будет классно и так надо сделать в общем такого нет ты чё придумал то что у вас по телевидению это показывает вы угрожаете всему миру ядерным оружием это же не президент это всего лишь общество маринуется в этом подумаешь какая-то опасность ты не осуществляйся ты слушай вместо того это сука на лист это своего журналиста гордона послушай какой он несет давно и ты меня в чем например пожалуйста пример я слушал даже пример не надо просто его включить и очередная его какая-то блевотина тупорылая тупорылая при это журналист один да какой пример все что он пиздит это блевотина так а шо он говорит да блевотину вот и все просто блевотина ну тебя же нету доказательств ничего ты простого так вот я закон Package.tonic никого доказательств а мне зачем доказательств пашек отчет и подожди стой 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 когда я когда я тебе сказал что я тебе могу предоставить доказательств что ты сделал придо попал уже позорище ты развесила чудо свое груша ухо уши свои развесила чудо и сидела ждало доказательств я тебе предоставил доказательства всего ты говоришь тебе доказательства не нужны все получать конструктивненько правда ты не то что не привел доказательств ты просто объяснил а не медведев я не говорил тебе а нет я тебе говорю киселев который маринует твое российское общество медведев который рассказывает про красные линии угрожает тактическим ядерным оружием ты у себя в голове в качестве защитного механизма перевираешь мои же слова это твоя проблема не мою если ты дурачок которому удобно жить так как ты живешь живи на здоровье я тебе привожу и доказываю что вы террористы вы угрожаете всему миру если тут же говорим что ты думал про это ты тут же говоришь опять за свои факты какие предоставить предоставлять тебе искать тебе искать тебе искать что пишет где государство террориста давай давай потом потом у россия угрожает великобритании ядерным оружием тихо 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 что ты обзываешься животное недоразвитое смотри открываем смотри европарламент признал россию государством спонсором терроризм что такое европарламент а все не подходит что такое европарламент на любое чтобы чтобы ты не сказал агрессор террорист на все что я говорю у меня есть доказательства у тебя есть доказательства террориста нет агрессор я с этим согласен я чуть я же согласился что россия государство агрессор в этом случае на террористы не согласен конечно не согласен мы не действуем террористическими методами действовать ну ладно на нет и суда нет вас признали спонсором терроризма в европарламент европарламент и евросоюз для россии это пустой звук вы знаешь как от любого украинца берешь и он сразу а какой у вас курс доллара это зачем мне курс доллара я покупаю я получаю зарплату рубля я покупаю товары в магазине за рубли какой курс доллара скажи для чего простому человеку не убивай меня это учет доллара пользуетесь ну платить слушая какой-то раздел я не знаю какой-то раздел экономики это макроэкономика там или микроэкономика на это просто гениально какое мне дело что курса доллара если зарплату в рублях получаю на полоски вот зачем мне было гелий а почему американцы живут лучше чем вы а почему европейцы же лучше чем у некоторых моментов у него все во все ну давай лиза не будет один момент в котором ты живешь лучше чем европейцы или американцы в каком экономическом плане у тебя у тебя у вас у россиян зарплата ниже чем в эстонии средний сколько в эстонии средняя зарплата потому что 1700 евро по-моему или 1500 у меня ниже ну я же говорю у вас россиян средняя зарплата ниже чем в эстонии ну а вот это сказочки средняя зарплата в эстонии ну скажем дальше я с эстонцем как-то город он там называл он занимает google в помощь мужик или сказали google в помню зачем гугл сдавай просто 4 4 вы живете хуже чем везде чем в европе чем в сша а ничем ничем везде ну ладно хорошо ничем везде но для тебя европа это пустой звук но они живут в 10 раз лучше чем для меня европарламент и евросоюз пустой звук европа да европа нормально почему вы что для тебя европа отдельно страну европейский но когда они в евросоюзе это получается какой-то господи а в евро а в европарламент люди выбираются не отдельно из стран европы ну непростым заново а кем такие же макрон солнце все эти которые прошли гарварды и американский мы приехали управлять а потворил кто должен управлять страной человек который не прошел гарвард человек из пт-у ты должен управлять он поехал получился в другой стране получил и ну там образование ну соответственно и пропаганду и соответственно почему они все ложатся по пропаганду пока он учился там на него есть компромат у этой страны вот и все его благо своей страны если они живут лучше чем вы конечно лучше они живут пока не про это в смысле так если они делают не на благо своей страны почему они живут лучше чем те кто по твоему мнению делает на благо своей страны вот смотри мерки пока было но они все равно жили лучше чем вы вот тогда-то они жили а почему шольц пришел станет сейчас живут лучше чем вы ничего не поменялось а но только это планочка то у них уровня жизни довольно таки сильно упала господи они все равно живут лучше чем вы витаю вас шановне глядачи якщо вы раптом шукали яка из казино я вам рекомендую слот сити по воно по-перше лицензий на а по-друге коли вы створите депозит частка коштев перераховывается на потребу збройных сил украины то что посылание у закрепленному команды смотри если действия нато по твоему мнению для российского государства представляют угрозу правильно вот еще с момента когда бомбили югославию твои слова правильно ну да почему тогда после всех этих событий российское государство налаживало отношения с нато скажи мне пожалуйста я я я я связи не налаживала в чем в чем налог я не могу понять в 2012 году была в россии перевалочная база над где именно сейчас тебе скажу в ульяновске по моему смотри открывают базу нато в ульяновске перевалочно при всех зверствах на такси да ты говоришь что твое правительство твои слова ты же говорю что вы все по вы не поддерживали действия нато это все ужас как бы и и страх и такого быть не должно давай еще какую-то новость твою почитаем давай допустим давай допустим возьмем новость 2005 года россия готова выходить на новый уровень взаимодействия с нато хотя позиции сторон россия вообще хотела вступить в нато я тебе больше так вы чё получается лицемеры а что поменялось поменялось то что смысл нато разваливается тогда понимаешь нато создавалась против россии подожди если нато создавалась против россии и путь путин же не дурачок правильно путин далеко не дурачок а зачем тогда база нато было в россии сделано если вы так боитесь базы нато это не база была нато это была перевалочная база это было просто ну я я свои слов ну я не знаю там все на месте там покопаться разобраться может быть да было вот это еще одно из зачитаю это 2010 год дмитрий медведев дмитрий медведев призвал россию ломать стереотипы об агрессивности нато и невозможности демократии в россии так получается медведев призвал ломать стереотипы об агрессивности нато получается агрессивность нато это стереотип если отталкиваться от мнения и публичных заявлений твоих же чиновников в то время может быть это и было но сейчас это совсем другая обстановка абсолютно абсолютно другая сейчас уже война идет сейчас уже идет война конкретная война почему идет война вами баранами вас важен туда гонят как баранов подожди запечкают смотри давай на нас до наших амбрадур и бежите бежите вам везут гробы а вы дохните вам вам гробы и бежите но я не знаю немножко логически только что узнали что в 2010 году медведев призвал ломать стереотипы об агрессивности нато понимаешь то и что агрессия нато это стереотип это неправда я не знаю откуда ты это берешь я и я это не могу сейчас а все суши тогда тогда слушай не может разговаривать тогда слушай если в период с 2005 по 2012 год это только те факты которые ты можешь проверить в интернете сам просто взяв и загуглив все это твоя страна придерживалась одной и той же позиции это я тебе напоминаю после бомбежек югославии у твоя страна придерживалась одной и той же позиции они шли на сближение с нато после чего нато резко стала врагу с чего вдруг вступить мы даже хотели вступить в надо я тебе говорил я с тебя просто указываю на логическую ошибку твою что у тебя ненависть к нато это такой же стереотип который медведя в 2010 году разрушал не надо меня перебивать конечно конечно разрушал надо разрушил советский союз нато нато ну да это был плевок бомбежка югославия это был плевок сторону нас из вас сделали дебилов кстати из из вас делали дико уже 30 лет вот из вас делают ну такую массу пичку это вас какой-то выдуманная история херню ну просто баранах которые должны сдохнуть ну но это все это все это сейчас и происходит 30 лет у вас сделали барана вы сейчас все сдохли а давайте я с детства и заикаюсь не надо смешно тебе да интересно извини тогда все не знал не знал ну правда я думал ты заикался то что пипи пипи не из вашего из вашей страны делают антироссию тебе тебе когда говорили ну по новостям что в россии там что-то хорошее происходит украина начали делать с 91 года почему девяносто первого года с оранжевого революция начали началось выводить из крыма в девяносто четвертом году ваша у на унсо ваша партия у на вот было в тесне у нас партия у нас это была партия да нет я ошибаюсь верховной ради сидела я единственное что хочу сказать этим самым то что я хотел сказать что украина это дни пушистые государства вы всегда были подлыми вы после развала союза вы сразу ставит населец павки в колеса вы в тесне были на стороне сепаратных не сепаратистов а международных террористических организаций я тебе скажу какие названия россия с кем вы и воевала в честь не скажу опять же подожди давай логически с тобой подумаем включим на логику смотри между на международно признанные террористы россия с кем воевала в чесне с кем она воевала с людьми которые защищали ячкирию с международными террористическими организациями на территории чечни да да я тебе сейчас даже скажу как они называются да да аль каида да да джипхат ангустра да да и братья мусульмане да да она набираются вот это 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 и там их еще штук на 15 это международные террористические организации признаны оон да да на территории чечни да чечня была куда втянута естественно и ваша и ваша там тоже было понимаешь она там тоже участвовала это вы даже есть в ютубе видео вас там как вот мастерчук там и снимается там с этими боевиками вы бандиты вы вы уже тогда были бандиты я понял а теперь давай давай опять подумаем с тобой логически давай давай логично смотри а как ты думаешь вот был ли документ о провозглашении независимости и чкере я насчет зато ничего тебе не могу сказать отлично я ничего говорить идем дальше смотри между давай давай не подожди все будет рассказал давай давай на эту тему давай на и давай на эту тему вы воевали против людей которые хотели независимости своей страны ведь нет нет вот и все это может может давай давай может подожди давай давай с этой темы не будем съезжать я тебе ну ты вот молодой походу но ты не знаешь чтобы что было в этих и в этих годах в этих годах я знаю я бы я просто там был хорошо эти слова независимость слушай меня что там было в этих шала в этих годах после после развала союза союза все террористические мусульманские группировки объявили на кавказе от моря до моря занимаются халифат халифат это все это все да я отвечу халифат халифат их гриб от моря до моря от черного до 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 космосковего ряда чесня была туда втянута да чесня Я тебя не спрашиваю об этом, я тебе задаю вопрос. Я тебе отвечаю, ты не даешь ответить, понимаешь, и это сейчас, и сейчас мой ответ закончится тем, что Чечены сегодня вас пи***ят, понимаешь, вот именно поэтому они сегодня в наших окопах вас еб***ят. Вот слушай, да, я тебе на него отвечаю, вот этот халифат. Мужчина, я говорю, Искерия провозглашала независимость, вы больно. Искерия провозглашала независимость, я тебе говорю, почему это было и чем это закончилось. Все, смотри, не, подожди, если Искерия... Не, подожди, дай я закончу, ладно, хорошо, если ты не хочешь слушать середину, послушай конец. И вот сегодня, сегодня Чечены, 10 тысяч чеченцев вот так по щечку Кадырова, сегодня вас пи***ят, понимаешь, почему так получилось, не знаешь? Ответь мне. Он вот так щелкнул за два дня, 10 тысяч, Аллах Акбар, и у вас уже там на Донбассе, почему так? А что тебе смешного? А смешного что тебя веселит? То, что у вас уже там, не знаю, 600-700 тысяч за землю, тебе весело, да? Ну, я понимаю, весело, да? Ну, блядь, мне тоже, мне лично не смешно, тебе смотрю весело. Чуть-чуть, чуть-чуть, помолчите, вы так много... Ага, давай, 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 дурака из меня еще сделает, ну тебе весело, ем же, посмотри. Наговорили, я говорю, помолчите, просто, чуть-чуть я вам звук убавлю, вы такой громкий. Давай, давай, давай. Вы только молотите. Смотрите, вы рассказывали про то, что есть террористические организации, что убежал, что ли? Главное, как говоришь им, что есть резолюция ООН, которая подтверждает российскую агрессию, так это не то, так нам все равно. Когда Эчкерия провозглашала независимость, и люди воевали за свою независимость, так это не то, это другое. Когда Россия признается страной-террористом, это другое. Тут ООН уже не надо слушать, это не тот орган, это не то, это не надо, это так не работает. Класс. НАТО плохие, при этом политика РФ касательно НАТО не изменялась на протяжении всего почти времени. Потом резко что щелкнуло, и случилось так, что НАТО наши архи-враги, и все, и надо всех убить. Ой, господи. Короткая память, вот в чем проблема ваша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова